здравствуйте друзья пасмурным калифорнийским утром что характерно в общем-то типично для зимы местной мы философствуем немножко я помню студент у меня был закончил философский факультет в Киевском государственном университете и я как-то говорю кто по профессии так разговор был и он говорит я вообще не люблю говорить что я философ к этому я хочу да ну вот скажешь вот кому они говорят ну пофилософствуй вот а я можно сказать без всякого философского образования просто философствую ой господи значит вопрос такой это вступление было вопрос такой молодость как средство как возможность обеспечить старость вот чтобы я по этому поводу сказал значит на эту тему есть масса там присказок там поговорок всяких там и в общем я не хочу в эту сторону как бы углубляться я думаю что все мы слышали эту хохмочку значит я думаю что конечно в основе этого всего лежит не устроенность человека в старости неспособность самообеспечиться не прикрытость его социальными фондами там и так далее в материальном смысле мы понимаем что дело не только в материальном но в первую очередь в материальном обеспечении когда у тебя уже есть материальное обеспечение тебе хочется любви тебе хочется внуков внимание уважение там и так далее это отдельно уже хотя тоже все это безусловно входит в это понятие то есть если ты в свои молодые годы не сделал ничего такого чтоб я там старости уважал кто-то ну значит тебя не будут старости уважать там и тогда под молодыми годами я думаю понимаются и средние тоже не обязательно речь это про 25 лет может быть и 35 и 45 то значит в основе этого в моем понимании да лежит то что исторически люди стареющие пожилые зависели от своих детей жили семьями несколько поколений в одном доме сейчас например я когда с нашими студентами из индии разговариваю это же там вот такие вот у них разговоры вот они живут в бомбее и там мумбаи сейчас называется вот они там это мумбаи и там у них большой дом и там три поколения живут их там человек нам 30 в этом доме и они когда идут в кино они все вместе девочкам нельзя просто так в кино значит они идут всей семьей в кино вот значит девочки ходят в кино вот так они попадают в кинотеатр то есть такая ну если не патриархальная но то может быть знакомая там скажем вот где-нибудь там там откуда мы может быть картина там скажем сто лет назад да значит в той же индии например родители дают деньги старшему сыну вот то что у них остается идет старшему сыну и стат на старшем сыне лежит обязанность по присматриванию родителей обеспечению родителей в старости вся система то что здесь называется life insurance то страхование жизни построена на вот этом вот отсутствии ощущение защищенности человека в данном случае в соединенных штатах когда мы говорим значит где-нибудь всего сто лет назад всего сто лет назад продолжительность жизни мужчины средняя было что-то я так припоминаю лет 45 то есть 45 46 конечно была смертность высокая от заболеваний была смертность там скажем от аварии на производстве и так далее но что такое 45 значит у него жена которая не работает так и дети которые еще маленькие конечно ему нужен был этот самый life insurance но чтобы прикрыть жену с детьми случись чего с другой стороны в сегодняшнем мире это такой смешной знаете поворот судьбы потому что еще сто лет назад не было никакой инфляции вообще инфляции не было то есть скажем дедушка положил там тысячу долларов значит вдруг получил тысячу долларов после смерти дедушки а там 40 лет может быть прошло или там 50 сейчас например я к чему это все рассказываю что меняются условия в которых мы живем соответственно содержание вот этой пословицы и смысл ее тоже меняются вот я продолжу линию слайки ну что раз вот мы сейчас въедем вот там мостик а если вы прямо проехали мы оказались бы в городе лос-алтес который самый дорогой в соединенных штатах город с точки зрения стоимости жилья такого типового три спальни и два санузла вот вот здесь самый дорогой номер один соединенных штатов вот в этом городе лос-алтес скажем шестидесятом году дом новый новый стоил 25 тысяч долларов ну тех долларов конечно сейчас новый дом лос-алтес стоит ну допустим я не знаю три миллиона пусть будет два с половиной вырос сто раз значит что получается страховался там человек молодой парень там не за 25 28 взял застраховал жизнь да жена дети там и застраховался вот мы сейчас к этому подойдем я был на семинаре однажды по лайтеру и там вопрос был такой в аудиторию бросает лекторы сколько вы считаете нужно времени чтобы истратить полностью вот этот вот то что я досталось от умершего дедушки ну там не бедный дедушек лайфиншер спросить сколько нужно времени в среднем по стране там народ догадает он говорит начать всего нужно там я не помню пятьдесят восемь дней такого плана два месяца два месяца нет денег и все такую глаза глазище он ведь потому что когда они страховались в конце пятидесятых вот те кто сейчас умирает в начале шестидесятых сто тысяч были жуткие деньги слушайте за 100 тысяч можно было четыре дома в лос-алтесе купить это сейчас для этого нужно там 10 12 миллионов а что сейчас за 100 тыс можно да ничего одну тачку купил еще не не на всякую тачку хватит давно с прибабах с прибабахами поэтому умеренными прибабахами не бог весть там что значит да ничего нельзя значит из-за инфляции из-за вот вот этих вот процессов получается такая вещь то что раньше человек свою безопасность обеспечивал вот этими средствами сегодня эти средства смех и грех там и хотя тоже есть когда человек чувствует себя незащищенным он тратит деньги такие вещи которые его все равно не защитят но это отдельный разговор значит в чем смысл вот этой фразы да вот этой идеи что молодость дается чтобы обеспечить старость мы не знаем что будет через 40 лет ну то есть просто не знаю мы можем себе сказать что мы знаем потому что вот тут один пацан сказал или вот там ну вообще но это конечно это мы мы за пределами вот этого уровня мы как бы по серьезному и по серьезному никто не знает что будет через 40 лет я вам скажу а через 10 кто-то знает нет ну правда вот так что будет через действие поэтому есть какой-то вектор конечно мы мы понимаем но не больше того там кто может посчитать никто не может у кого есть там хрустальный шарик ни у кого нет в котором все видно будущее значит молодость дается для того чтобы сделать что-то стоящее в жизни это правда и то что ты стоящее в жизни сделала но потом тебе будет помогать когда ты будешь старше когда ты будешь немощным когда тебе понадобится помощь люди раньше там по 10 детей имели по 8 по 10 моя бабушка была 10 10 ребенок в семье потому что так люди простили детей и эти дети их значит поддерживали старости от представьте там сто лет назад 200 лет назад вот детей нету человека вот он что с ним вот тут состарился конечно там были свои механизмы кто кто говорит значит да там но но в общем то это не не то же самое как если у тебя было там много детей они там с удовольствием а тебе позаботиться моё понимание важности этого всего в том что пока ты молодой ты по-другому смотришь на вещи нежели там через 10 20 30 40 50 лет что абсолютно естественно и так и должно было бы быть поэтому если человек просто задумается о чем-то например я считаю что очень важный очень важный в этом ключе момент это вот дети сейчас как-то принято стало вот я смотрю там в 35 лет лет детей заводят я даже не про мужиков говорю про женщин вот я знаю первый ребенок 35 лет 38 лет ты как жить ты будешь вот допустим через 20 лет тебе что там 55 ребенок у тебя ну наверное в университете учится там 55 57 58 60 значит а если два ребенка значит ты уже сам то можно сказать ну как сказать не 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 в том состоянии когда у тебя самое самое лучшее время и возраст самый можно сказать продуктивный в это время ты должен свои финансовые ресурсы направлять на то чтобы дети там получили образование и я уже не говорю там про внуков и если они еще там своих детей там к 40 ближе заведут ты внуков просто не увидишь никогда но но дело даже не в этом дело в том что люди откладывают когда ты помоложе тебе важно вот это и то и третье и десятые дети одну чтобы на десятом месте у тебя выходит а потом время подходит и вообще проблем много например в сша 30 процентов женщин имеет проблему родить ребенка проблемы фертильности там можно на эту тему там миллион страниц прочитать о том почему это происходит как это происходит вот у белых в основном происходит скажем у мексиканцев нет такой проблем видимо противозачаточные как-то сказываются современные там и так далее то есть в 22 там не завела там 25 не завела а в 35 уже и уже и проблему поэтому как бы из моего опыта я я считаю что вот я в жизни ничего менять не стал но вот если бы была возможность как-то переиграть то я бы вот может быть больше детей бы у меня было но может быть трое даже я не знаю я вот сейчас думаю что трое это правильное количество детей меняется во времени по это когда а когда мог и когда как бы все карты были на руках другие были соображения на это все поэтому вот эта часть вообще задуматься потому что о серьезном цели полагании потому что вот те цели те задачи которые люди решают проходит там 10 лет ты смотришь назад и гаэс боже шик вообще шик все шло в дешевку в понты то что каким-то идиотом что-то там доказать еще счастье если ты не стал таким же идет а может быть ты и стал будешь с идиотами много общаться перед никак никак от них отличаться не будешь быть поэтому думать о том что с тобой завтра будет в каком-то отдаленном плане не завтра 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 5 лет 10 лет 20 лет 30 лет это очень отдаленная перспектива но если ее иметь так где-то в сознании то ты по-другому будешь жить сегодня есть такие знаете тоже идеи вот в этом ключе когда говорят что вот ты живешь сегодня да вот ты живи сегодня так как будто бы ты знаешь что это сегодня твой последний день если каждое утро просыпаюсь мы будем знать что это последний день и нужно сделать по максимуму в этот день я думаю трудно просыпаться с мыслью о том что день последний это отдельная история но как как подход понимаете мы же не думаем целый день как сегодняшний день оптимизировать и по что-то сделать для себя для других людей какие ценности у тебя я как-то летел в самолете и знаете там бывает прихватишь что-нибудь в аэропорту там почитать и был там журнальчик и там была статейка написанная человеком который психолог и он работает с людьми которые диагностированы умереть там в течение там полугода надо сказать что они сейчас так здорово приноровились диагностировать что они вообще они не ошибаются ну то есть может быть есть какие-то случаи там я не хочу сказать но но в общем довольно точно все это получается если они говорят что тебя осталось полгода скорее всего так и есть и вот людям которые клиенты его с которым он работает они оказалось в общем то все похожи в чем-то и похожи они в том что их больше всего интересует то есть они смотрят на свою жизнь и у них осталось не так много времени чтобы что-то изменить поправить и вот их интересует вопрос да любил ли я когда-нибудь по-настоящему любили ли меня когда-нибудь ведь какие вещи выходят на первый план когда человек когда уже все когда уже ты не можешь там играться в игры когда уже будет 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 весь со стола смело что осталось сухой остаток и что после меня останется что после меня останется вот вопрос поэтому вы к этому вопросу мы все да приходим к этому вопросу к сожалению тогда когда уже собственно изменить то ничего нельзя и мысль о том что в моем как бы понимании в моей трактовке мысль о том что молодость дается для того чтобы обеспечить старость так широком смысле я бы это трактовал состоит в том что надо думать сегодня не то чтобы постоянно ходить и только об этом думать но тем не менее не выпускать из своей перспективы периодически возвращаться к мысли о том что а любил я когда-нибудь а любят ли меня слушайте тебя не любят но почему ну спроси себя но почему меня не любят может быть ты сам никогда никого не любил может я не знаю но но займитесь сейчас этим потому что потом поздно будет понимаете что после меня останется вы сейчас себя спросите что после тебя останется и не надо стреляться и не надо плакать и не надо говорить я не в состоянии ничего сделать каждый из нас в состоянии очень много чё сделать Очень много. Независимо от того, где мы живем, независимо от того, сколько у нас материальных ресурсов, независимо от того, какое у нас образование и так далее. Можно миллион отмазок придумать себе, почему. А я вот в такой семье родился, на днях был я на эзотерическом нашем тренинге, и там работали с родителями, там уже не важно, они живы, нет, там своя практика. И вот девочка была, ну нет, девочка, девочке уже за 40, ну так она такая хрупкая, и она никогда не видела своего отца, а работа шла с отцом, вы не представляете, в каком состоянии был человек, вот я смотрю, человек уже за 40, а вот эта травма, отца которого никогда не видела, она до сих пор вот в ней сидит, ее просто колотит и ломает. И так далее. Оно подспудно там где-то, это не обязательно, что ты постоянно ходишь, и тебя колотит в 45 лет и ломает, это то, что ты отца никогда не видел. Но тем не менее, поэтому вопрос, что после нас осталось, вот такие дети, которых ломают, что они нас никогда не видели. В общем, вот я думаю, что об этом речь. И в современной трактовке сегодня, понимаете, сегодня нет проблемы, что люди там пожилые умирают от голода или от холода. Я не беру там экстрим, когда война или что-то, не дай бог, я имею в виду в цивилизованном, в спокойном раскладе. Поэтому содержание меняется. Если раньше это было время создать какие-то материальные ресурсы, в частности в виде детей, которые потом тебя будут содержать, ну, можно так, как бы примитивизировать. Но сейчас это в гораздо меньшей степени материальное, уж во всяком случае в таких странах, как, скажем, Соединенные Штаты, Европа и так далее. Но, в общем-то, такая моя трактовка. Просто думать о жизни, думать о том, что действительно важно и от чего не уйдешь никогда. Можно откладывать, можно тут откладывать, там откладывать, думать о текущем, не думать о вечном, понимаете. Но у вечного в жизни есть свое место. И, к сожалению, мы начинаем понимать вот это вот все, когда уже сделать ничего нельзя. Вот в этом смысле молодость это возможность, это шанс задуматься о том, что будет дальше и как бы соломку подстелить в нужном месте. Вот, и от жизни больше удовольствия получить, чем от суеты, которая пустая и только опустошает человека внутренне. Счастливо, ребят! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова